Представители этнокультурных центров, студенты и горожане собрались в партии независимости, чтобы внести свою лепту в отделение Шимкента. Через несколько минут после торжественной части все дружно отправятся на высадку луковиц тюльпанов. Именно этот цветок является символом казахстанских степей, а теперь еще и неофициальным символом нашего города. Конечно же, тюльпан победы! Ветераны Великой Отечественной войны, дружники тыла, символ победы гвоздику передали ветеранам войны в Афганистане. Воины-интернационалисты, в свою очередь, передали уже тюльпаны, как символ афганской войны, юным воспитанникам детских садов. А затем все вместе, три поколения, помогая друг другу, посадили вдоль аллеи парка цветы. Поскольку я живу уже 70 лет в Казахстане, приехала с Воронежа, для меня все эти ценные обычаи казахские, язык я давно изучила. Мне все эти наряды, эти детки, обновляют еще больше, как бы оживляют нас, тружеников тыла и участников войны. Мы очень довольны, что нам уделяется достаточно внимания. Мы благодарны, что наш президент дает нам хорошие пенсии, внимание. Так что все, как говорится, во имя того, чтобы наши будущие поколения брали с нас, примели, работали. Акция проводится впервые, значит, сегодня принимают участие у нас ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, этнокультурные центры и молодежь из числа студентов. Уже скоро тюльпаны с любовью высошенные шимкенцами распустятся и будут радовать глаз своим ярким цветом и служить всем напоминанием дружбы, единства и солидарности. Такую цель и преследовали организаторы зеленого мероприятия. А пока представители танкультурных центров области и танцевальные коллективы в вузах и колледжах, зрители радуются задорными песнями. Ну разве можно не пуститься в пляж? Татьяна Бурдель, Ильдар Жанусханов, Роман Пернколов, информационная служба телекомпании ОТРАР.